Наследие часов Гагарина. Покажу лучшие современные модели и расскажу, как купить их с дополнительной выгодой. Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев. Этот ролик на 100% продажный. В том смысле, что сегодня я впервые буду продавать часы. Одни из лучших в России – штурманские. Но не эти. Эти я ношу сам. Так получилось, что от одного из магазинов мне досталась целая коллекция штурманских, которые их предлагаю к продаже. Наверхненьких, почти все лимитки. Продаю сам лично, от себя. Стоит ли смотреть этот ролик и стоит ли покупать часы у меня? Его стоит посмотреть, даже если вы не собираетесь покупать часы. Но хотите увидеть одни из лучших российских часов и понять, чем отличаются вроде бы одинаковые модели. Узнать особенности коллекции штурманские, в том числе, нюансы исполнения материалов и почему автоподзавод дешевле, чем часы с ручным заводом. А если задумываетесь о покупке штурманских, тем более стоит посмотреть и даже купить. Потому что на съемке вы детально увидите конкретные экземпляры, которые можете купить. А чтобы вам было выгодно купить часы именно у меня, каждым часам предлагаются два бонуса. Первый – кружка с логотипом канала и карикатурой Авдея. 5 минут 5 минут. Особая часовая кружка. Второй – сертификат на посещение мастер-класса по устройству часов от наших друзей из первой часовой школы. В часовой школе уже 10 лет учат как начинающих, так и опытных мастеров по куче специальностей. Вы сможете побывать на вводном мастер-классе, даже если живете не в Москве. Мастер-класс пройдет онлайн. Вы посмотрите его дома, на диване, с кружкой чая. Мастер-класс стоит около 6 тысяч рублей, а кружка от канала – та вообще бесценна. Под видео будут ссылки на все модели. Ссылки на Авито. Там легко оплатить и выбрать вариант доставки. Все часы абсолютно новые. Вы увидите их на съемке. В полном комплекте, с коробкой, паспортом. Заводской гарантией 1 год. Часов у меня много. Сегодня детально расскажу об одной из коллекций – Гагарин Наследие. Еще несколько моделей покажу кратко. Ссылки на них тоже будут под видео, также на Авито. Их тоже можно купить с кружкой и мастер-классом от часовой школы. Начну с истории. Часы штурманские выпускались на первом московском часовом заводе специально для советских ВВС. И в продажу не поступали. Это были версии Победы, но на калибре 2609. С центральной секундной стрелкой, остановом секундной стрелки и противоударным устройством. В 1961 именно такие часы были на запястье Юрия Гагарина во время первого полета человека в космос. Они засветились на фото, про них же Гагарин говорил в интервью, которое дал комсомольской правде сразу по возвращению на Землю. Ближе к концу 60-х советские заводы получили собственные торговые марки. Вся продукция первого МЧЗ стала называться Полет. И штурманские выпускаться перестали. А в 2000-х перестал существовать и сам первый МЧЗ, в том виде, в каком мы знали его раньше. В 2002 году марку штурманские возродила частная Волмакс Групп. И сегодня это одни из самых интересных российских часов. Мне кажется, штурманские должны быть в коллекции у каждого, кто любит российские часы. У меня их четверо. А перед нами модели из коллекции Наследия. Это современная версия исторических часов штурманские, которых совершил полет Юрий Гагарин. По стилю они максимально близки к часам Гагарина, но сделаны в современном размере и из современных материалов. При схожем внешнем виде часы серьезно отличаются исполнением и ценой. От 30 до 55 тысяч рублей. Причем часы с автоподзаводом оказываются самыми дешевыми. Хотите узнать почему? Ставьте лайк и поехали! Часы Гагарина имели диаметр 36 миллиметров, были из латуни, пластмассовое стекло и механизм на базе Победы. Первые переиздания, которые у меня на руке, были большими 42 миллиметра, а те, что предлагаю сегодня, 40 миллиметров. Самый универсальный размер. Общий же дизайн сохранен. Выпуклое стекло, в данной модели, минеральное. Циферблат цвета слоновой кости, какой был у гагаринских часов, с люминесцентными цифрами и стрелками. Под логотипом Штурманский еще один, первого МЧЗ имени Кирова, так завод назывался после войны. В нижней части циферблата знаменитые крылышки. Присмотритесь к стрелкам. На съемке видно, что секундная и минутная имеют легкий изгиб на кончиках. Обычно так делают, чтобы чуть снизить высоту часов. Мне кажется, в данном случае это просто интересная фишка. Длина минутной стрелки рассчитана так, чтобы она доходила ровно до шкалы минутной разметки. Секундная чуть длиннее. Окрашена в цвет звезды на крылышках. Красным сделана и 12-часовая отметка. На задней крышке надпись «Первые часы в космосе» и порядковый номер в серии 0,98 из 5000. Под стеклом работает механизм 2416Б Чистопольского завода «Восток» в своей самой дорогой версии. Синие винты, сектор автоподзавода с полосками женевских волн и надписью «Штурманские». Большинство часов с импортным NH35 будут выглядеть гораздо хуже. Крышка крепится на четырех винтах. Водонепроницаемость 50 метров. Достаточно для каждодневного использования. В стиле гагаринских сделана и заводная головка. Она ухватистая, но плоская, прижата к корпусу. Корпус модели сделан из стали 316L. Боковины имеют легкое сатинирование. Верхние поверхности и ран полированные. Слегка загнутые внизушки помогают часам хорошо сидеть на запястье любого размера. Коричневый ремешок из телячьей кожи украшен стежками оранжевой нити. Ремешок подчеркивает утилитарность и практичность модели. Ее мужской характер. Что интересного в конкретной модели? Это единственная версия гагаринских с автоподзаводом. К тому же с открытым и декорированным механизмом. Часы поставляются вот в такой симпатичной и довольно удобной коробке. Гарантия 1 год. Ее предоставляет производитель. И это самая доступная модель гагаринских часов. Цена ровно 30 тысяч рублей. Плюс кружка и сертификат от часовой школы. Ссылка под видео. На автоподзаводе Восток у штурманских есть полная противоположность классики. Яркие дайверы серия дельфин. Сталь, 200 метров, лимитки, разные цвета, интересные ремешки. Мне дельфин достался в трех вариантах разных цветов. Ссылка на авито также под видео. Там же более подробное видео про дельфинов. Кружка в комплекте. Хотите яркие часы, но на родном полетовском механизме? Они следующие в нашем обзоре. Версия гагаринских часов в черном корпусе. На 9 тысяч рублей дороже предыдущей модели. Но при этом вы получаете совершенно другие часы. Корпус сделан из титана с черным PVD покрытием. Титан легче стали. К тому же у него ниже теплопроводность, из-за чего часы ощущаются более теплыми, комфортными. Титан в часах и сам по себе встречается в сотни раз реже стали. А титан с черным PVD редкость колоссальная. Если сможете привести хотя бы три примера, напишите в комментариях. Да и просто, черные часы это круто. Особенно в сочетании с лаконичным черным циферблатом. Он не пугает обилием цифр или надписей, но отлично читается. Это достигнуто благодаря крупным цифрам в стиле оригинальных штурманских. Надписи и стрелки получили цвет состаренного люминофора. Другая здесь и задняя крышка. В ней нет окна, но и глухой назвать ее язык не повернется. Как и на большинстве моделей коллекции Гагарин Наследие, мы видим барельеф с изображением Юрия Гагарина. На крышке надпись «Первые часы в космосе» и номер в лимитированной серии. 132 из 3000. Воднепроницаемость 30 метров. Немного, но достаточно для обычной жизни. У Гагарина вообще была брызгозащита. И то в космосе хватило. Под крышкой еще одно отличие. Механизм 2609 производства первого МЧЗ. Это не тот калибр, что был у Гагарина. Это совершенно другой, более современный механизм, который производился в 90-х. Главное, что выпущен он именно на первом МЧЗ. Черный корпус дополнен черным кожаным ремешком с черной же пряжкой. Некоторые интересуются устойчивостью PVD покрытия. Многое зависит от того, как и с чем носить. Стереть можно что угодно. Но PVD это не совсем покрытие. Я не знаю точность состав материалов здесь, но обычно в случае черного цвета используют карбид титана. При этой технологии молекулы буквально впиваются на скорости в металл корпус, и на поверхности образуется не пленка, а смесь из металла основы и карбидо титана. Чтобы появилась залысина, нужно не просто стереть покрытие, а на какую-то глубину сточить металл корпуса. У меня на похожем корпусе залысина на ребрах появились годы через 4 почти ежедневные носки. То есть мы имеем надежные и функциональные мужские часы с историческим дизайном. По сути идеальные для повседневной носки. Под кожаную авиаторскую куртку просто супер. И не только под нее. За 39 тысяч рублей, вы получите намного более редкий металл и механизм, который в отличие от Востока больше не производится. Плюс кружку и мастер-класс. Кстати про Восток. Эти штурманские созданы на базе механизма Восток 2432. Автоподзавод и целых три шкалы времени. Красный треугольник показывает время по 24-часовой шкале. Еще одна шкала идет вокруг циферблата. Ее можно выставить с помощью дополнительной головки. И видеть время в другом поясе. Купить часы в любом из двух вариантов можно по ссылке под видео. Внешне третья модель почти копия первой. ФАС я их и сам не сразу отличу. Но я предупреждал, что все пять вариантов очень разные. Стоит ли переплачивать за эти часы 21 тысячу рублей? А официальная цена на нее 51 тысяча рублей. За эти деньги можно купить Тесо и не только. Тем более, что водонепроницаемость 30 метров, автоподзавода нет, а задняя крышка глухая. Ну, не совсем глухая. Мы опять видим шикарный, глубокий барельеф Гагарина. Не путайте с гравировкой. Надпись первые часы в космосе и номер в лимитированной серии. 9. Кто родился 9 числа или в сентябре, признавайтесь. И видим кое-что еще. Мелкую надпись на правом нижнем ушке. Сталь 904. Да, корпус этой модели сделан из 904 сталь, из которой делает свои часы Rolex. Можно найти много обсуждений, тверже ли она или мягче 316, как у первой модели, то есть больше или меньше царапается и так далее. Но сам факт, что корпус часов сделан из того же материала и по той же технологии, что и Rolex, уже повод для гордости. И одна из причин повышения себестоимости. Другая – стекло. В прошлых моделях оно было минеральным, здесь сапфировая. Причем куполообразная, как было на штурманских у Юрия Гагарина. А это значит, что его не просто вырезали из сапфировой пластинки, а долго-долго обрабатывали как снаружи, так и изнутри. Третий повод приобрести именно эти часы – механизм. Полет 2609, выпущенный на первом МЧЗ. Мой друг риэлтор шутит, земля – это товар, который больше не производится. Полетовские механизмы тоже. У компании остается какой-то запас, но он не вечен. А иметь часы в стиле гагаринских, с полетовским механизмом, при этом из стали Rolex и с сапфировым стеклом – это круто. Да и номер 9 из первой десятки. Мне кажется, эти часы уйдут одними из первых. А как вы думаете? Напишите. Если нравится стиль 60-х, но хочется чего-то доступнее и более неприхотливого, посмотрите кварцевые модели штурманских. Тонкие корпуса, универсальный диаметр, 40 мм, выпуклые стекла, 4 варианта циферблатов. Солнечные лучи, лаконичные стрелки. Ссылки на авито под видео. Все плюшки прилагаются. Следующая версия штурманских гагарин очень похожа на предыдущую. Отличия в ремешке и циферблате. Такой же корпус, 40 мм, из роликсовской стали 904, о чем говорит надпись на ушке. Механизм 2609, производство первого МЧЗ «Полет», под крышкой с барельефом первого космонавта Земли. Очень непростое куполообразное сапфировое стекло. Но циферблат... Да, он отошел от канонов. И по цветовому оформлению, и по фактуре. Фон стал холодным белым, а цифровкой стрелки небесно-голубыми. Кстати, очень классно смотрится в сумерках. Но присмотритесь к нему на нашей съемке. Белое фактурное поле. Как будто наст. Кстати, а какая погода у вас за окном? Напишите. Серебристые стрелки с голубым люминофором. И голубая цифровка еще больше усиливают тему зимы. Русской зимы. А может, это облака и прожилки голубого неба? Часы-то штурманские. Про изогнутые на кончиках минутную и секундную стрелки я уже говорил. Не знаю, заметили ли вы, что и циферблат чуть-чуть выгнут по краю, как было в 60-х. Удивительно, но при фактурном циферблате очень хорошо и четко нанесены надписи. Разметка. Среди коллекционеров есть мнение, что надевать на руку стоят только те часы, которые дают повод снять себя с руки. Мне гагаринские нравятся брельефом на задней крышке. А эти кому-то понравятся еще и цифры 904 на ушке. Цена такая же, как и у прошлой модели. 51 тысяча рублей. Выбирать предстоит не по характеристикам, а по внешности. Если хотите что-то более яркое. Наст с небесно-ледяными цифрами. Ну, или по номеру. Номер 005 из 999. Однозначно могу сказать, версия с голубой цифровкой смотрится ярче. Ссылка под видео. Часы штурманские не только первыми побывали на орбите, но и первыми вышли в открытый космос. Серия штурманский открытый космос – это автоподзавод на механизмах NH36. Их отличает календарь с днем недели, выпуклое стекло, оригинальное решение циферблата и интересные цветовые варианты. Если понравились эти модели, посмотрите ссылку под роликом. Мы подошли к последней модели из нашей пятерки, к самой дорогой. Официальная цена 55 тысяч рублей. От остальных она отличается сильнее всего. Цвет циферблата можно описать как нейтральный белый. Это и не слоновая кость, как было у классической модели, и не отливающий голубым на стул прошлый. А вместо крылышек мы видим рельефный портрет первого космонавта Земли. Цифры и стрелки имеют люминесцентное покрытие цвета состаренного радиа. Разумеется, это безопасный свет в состав – цвет накопитель. Рисунок оцифровки повторяет оригинальную модель, но здесь цифры сделаны выпуклыми, имеют небольшую подштамповку. Пожалуй, еще большее отличие ждут нас с оборотной стороны. Сквозь прозрачное стекло крышки мы видим сердце часов. Механизм полет 2609. Причем это редчайший случай, когда механизм получил отделку. Украшен орнаментом. На колесах гравировка. Первый МЧЗ – полет. На ушке уже знакомые напоминания про материал корпуса. Сталь 904. Тираж данной модели. Всего 100 экземпляров на весь мир. Номер нашего – 6. В остальном – это типичные гагаринские часы. Изящный стальной корпус с сатинированными боковинами, слегка выступающий над ним полированный рант, куполообразное сапфировое стекло. Тонкий рант открывает взгляду циферблат, изогнутый по краям, как было модно в 60-х. Он как бы повторяет форму стекла. Четкая читаемая минутная шкала уходит за пределы видимой области циферблата. Подчеркиваю, изящность ранта. Минутная и часовая стрелки по традиции загнуты. Плоская заводная головка с удобной насечкой. Тоже повторяет дизайн оригинальной модели. Коричневый кожаный ремешок с двумя акцентами. 55 тысяч рублей. В комплекте – кружка от канала и сертификат от часовой школы. Самые крутые часы в сегодняшней коллекции штурманских. Марс. Часы с уникальным дизайном. Механизм как будто висит внутри внешней части корпуса. Три лепестка. Механизм стыковочного узла «Союз Аполлон». Цветные элементы корпуса – эмаль. Подробности по ссылке под видео. Итак, давайте еще раз пройдусь по особенностям моделей. Перед нами пять вроде бы похожих часов штурманские. Все они повторяют стиль часов, в которых летал Гагарин. Имеют похожие корпуса диаметром 40 мм с выпуклыми стеклами, циферблатами и слегка изогнутыми стрелками. Корпус универсален, подойдет на любую руку. Первое – сталь 316-тель, минеральное стекло, автоподзавод «Восток-2416» в своем лучшем исполнении, который виден через прозрачную заднюю крышку. Прекрасное решение на каждый день. Номер 98 из 5000. 30 тысяч рублей, плюс кружка с карикатурой и сертификат от часовой школы. Вторые, пожалуй, самые яркие визуально, за счет трендового черного цвета. 39 тысяч рублей за часы в титановом корпусе. И не просто в титановом. А за редчайший случай титана с черным PVD. Плюс механизм 2609 первого МЧЗ, который больше не выпускается. Думаю, что через пару лет ничего подобного купить уже не удастся. Номер 132 из 3000. Практически классическая версия гагаринских, но в очень необычном сочетании. Корпус из роликсовской стали 904, плюс нецарапающееся сапфировое стекло, плюс механизм полет. Часы дают множество поводов снять их с руки, чтобы показать друзьям. Это и циферблаты, и стрелки, и крышка с брельефом Гагарина. И четыре девятки в номере. 9 из 999. В отличие от TESO, таких часов точно не будет много. Великолепный вариант и для коллекции, чтобы просто носить. 51 тысяча рублей. Аналогичная модель, но с фактурным циферблатом в стиле NAST. С зимней небесной рассветкой. Такой вариант циферблата у штурманских. Единственный. Да и у других компаний встречается крайне редко. Опять же, роликсовская сталь, сапфир, аутентичный механизм полет, глубокий барельеф на крышке. Номер 5 из 999. Тоже 51 тысяча рублей. И пятые часы. Лимитка 2022 года. Номер 6 из общего тиража всего в 100 экземпляров. Уникальный фактурный циферблат с портретом первого космонавта земли. Декорированный механизм 2609 первого МЧЗ, который можно увидеть через прозрачную крышку. Роликсовская сталь 904, сапфировое стекло. Это прежде всего часы для коллекции. 55 тысяч рублей. Как сказал в начале, все часы продаю от себя. Конкретно те часы, что представлены в обзоре. То есть, если что-то продастся, ну значит продастся. Второго экземпляра, к сожалению, нет. Под видео ссылки на авито, на все модели. Мне показалось, что так удобнее всего. Там можно выбрать вариант оплаты, доставки в любой город страны. Конечно, такие же часы можно купить и в других местах. Но у меня к часам прилагаются два бонуса. Первый. Кружка от канала. С нашим логотипом и карикатурой от Авдея. 5 минут, 5 минут. Да, в песне точно таких слов нет. Но у вас будут. Второй. Сертификат от часовой школы на посещение онлайн мастер-класса по устройству часов. За 10 лет здесь обучили сотни часовых мастеров по различным направлениям. От начинающих до профи. Прекрасный вариант узнать все об устройстве кварцевых или механических часов. Причем, сидя у себя дома, на диване. В любимых часах и с кружкой чего-нибудь горячительного. Буду рад, если эти замечательные часы найдут себе заботливых владельцев. В любом случае, подписывайтесь на нас на всех платформах. YouTube, ПК, Яндекс.Зен, Телеграм. Впереди еще много интересного. Из мира красивых, символичных вещей и сложных механизмов. Некоторые из которых уже не производятся. До новых встреч, друзья!